Для начала, снимите плинтус и дверную коробку в вашей комнате. Используйте удобные для вас инструменты. При помощи канцелярского ножа, разрежьте ваш ковролин на удобные для вас части, смотайте в рулон, после чего удалите из комнаты. Используйте пассатижи или другой удобный для вас инструмент, чтобы удалить с пола скобы от ковролина. Снимите крепежные планки с вашего пола. По всему периметру вашей комнаты, используя лом и молоток. Если основа вашего пола из ДСП, тогда вам нужно внимательно просмотреть его на наличие видимых шляпок гвоздей и плотно их забить в пол. Тщательно очистите ваш пол от грязи и пыли. Теперь нам нужно положить порой изоляционную пленку для пола. По всему периметру вашей комнаты, пленка защитит ваш паркет от влаги, которая будет идти от пола. Каждый новый слой должен покрывать предыдущий слой на пару дюймов. Если ваша пленка не имеет самоклеящихся краев, используйте скобы, чтобы закрепить ее на вашем полу. Выложите заранее весь ваш паркет на пол. Паркету желательно полежать в комнате пару недель, чтобы он акклиматизировался. При помощи влагомера, проверьте ваш паркет на влажность. Снимите замеры вашей комнаты. Сделайте отступы от каждой стены 12 мм. Это все для того, чтобы ваш паркет не прилегал плотно к стенам, так как при погодных изменениях он может деформироваться. Используя распорку, приставьте ваш паркет к стене. Если вы заметили неровность пола, используйте резиновые прокладки, или другие удобные для вас, чтобы выровнять ваш паркет. Установите первый ряд вашего паркета. Закрепите его на вашем полу при помощи пистолета для гвоздей. Не рекомендуем использовать обычный молоток и гвозди, так как можно повредить паркет. Не забивайте в самый край паркета гвоздь, он может расколоть паркет. Забейте гвозди в ребро паркета под углом, при помощи циркулярной пилы, или другого удобного и доступного инструмента. Отрежьте нужный кусок паркета, чтобы закрепить в конце. Скрепите ребра паркета вручную, следуя инструкции от производителя. При помощи резинового молотка, закрепите второй ряд с первым. Используя пневматический строительный степлер, вбейте скобы в ребра на расстоянии 15-18 см друг от друга. Не забивайте скобы в края, чтобы не расколоть паркет. Для того, чтобы завести паркет под дверную коробку, ее необходимо подпилить на величину толщины панели паркета. Подпиливать дверную коробку удобно с помощью специальной пилы, предназначенной как раз для этой работы. Если у вас нет такой пилы, можете использовать обычную ножовку с мелким зубом. Поместите плиту паркета под дверную коробку, после чего проверив треугольной линейкой на ровность, зафиксируйте плиту под дверной коробкой степлером. Положите паркетные плиты во всей комнате, пользуясь советами, которые слышали ранее в ролике. Когда остается последний ряд, замерьте ширину, оставьте отметки на тыльной стороне плиты и при помощи циркулярной пилы отрежьте нужную часть. Используйте металлическую скобу, чтобы закрепить последний ряд с предыдущим. Фиксируйте его на полу при помощи гвоздей. Снимите дверь. Снимите замеры дверного прохода, установите новую дверную коробку, как показано в кадре. Установите новый плинтус. Используя акриловую шпаклевку цвета паркета, замаскируйте гвозди в новом паркете. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если этот ролик был для вас полезен.